ОМЗАП, Капотня 32. Всем доброго дня или вечера. В этом видео пойдет рассказ о ремонте автомобиля Hyundai Tucson. По доброй традиции мы начинаем наше повествование с готовой машины. Автомобиль уже полностью готов, остались незначительные нюансы, только выгнали с мойки. Сейчас поставим лючок, зеркало и будем передавать авто клиенту. У автомобиля производился ремонт, а точнее частичная замена крыши. Менялось полотно, сама плоскость, усиления оставались старые. Также производился ремонт стоек. Вот эта стойка красилась пополам. Также производилась замена лобового стекла. Поставили новую уплотнительную резинку. Эта стойка также ремонтировалась и окрашивалась целиком, вместе с крылом. Ну, основная задача по этой машине была, конечно, это выровнять трапеции и рамок, так как дефект геометрии был значительный. И крыша вся сложилась домиком в правую сторону. Ну, много рассказывать не буду. Сейчас мы вернемся на одну неделю назад и посмотрим, какой автомобиль прибыл к нам на ремонт. Также хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании. Там вы можете ознакомиться с актуальными новостями, акциями и скидками. Что было с автомобилем до того, как он к нам приехал? Сейчас я вставлю видео. Чтобы все грамотно сделать и автомобиль оставался таким же красивым и безопасным, мы будем менять только саму плоскость крыши. То есть стойки, усиление остается старыми. Старая крыша не срезает, высверливает по точкам, вычищает герметик. Этот крыш тоже будет отрезаться полностью, пока лобовой не срезали, поэтому кромку оставили. Автовладельцу еще повезло, что дерево упало и не задело геометрию стоек лобового стекла боковых. То есть в целом геометрия сохранилась правильная. Не надо особо здесь тянуть вправо-влево, выравнивать, искать нужные углы. Здесь незначительные повреждения, небольшие вмятинки только. С этой стороны. И вот здесь на крыше. Также крыша подготовлена уже, высверлена, зачищена. Обязательный атрибут любого кузовного ремонта – пылесос. Каждый этап требует тщательной уборки. В общем-то, срезали стекло для того, чтобы срезать оставшуюся кромку крыши передней. Срезали мы вот таким вот интересным инструментом. Вибрационный нож. Делает большое количество коротких движений ножом. Позволяет точно срезать клеевой состав. В кузовном ремонте без хорошего инструмента не обойтись. Если хотите делать все качественно и быстро, он вам потребуется обязательно. Это привязываем. Вообще без хорошего тренажа. Лобовое привязываем. Померили, прикинули, выставили, прихватили на саморезке криш. Все очень хорошо выходит. Никаких лишних движений с кузовом не пришлось производить. Как ни странно, но рамки, боковые и нижняя часть почти не повело. Незначительный был завал. Не приходилось ничего тянуть, давить. В общем-то крыша стала как летая. Продолжение следует. Продолжается борьба с крышей Тусана. Уже процесс подготовки как раз. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.